Потерпевших экстренно доставили в республиканскую больницу номер один. Мать и её ребёнок до сегодняшнего дня находились в отделении реанимации. С первого числа вечером в реанимационное отделение республиканской больницы номер один поступила мать с ребёнком в крайне тяжёлом состоянии, то есть в состоянии ожогового шока. Проводились противошоковые мероприятия, обезболивание. На фоне терапии состояние стабилизировалось. Сегодня утром мать женщину транспортировали в город Красноярск воздушно-транспортным путём, то есть на леталёт. Потому что в городе Красноярск находится ожоговый центр и у них условия лучше, чем у нас. Пришлось транспортировать в город Красноярск из-за чажести и состояния матери и ребёнка. У ребёнка, в отличие от матери, наблюдается значительное улучшение состояния здоровья. Его перевели в общую палату ожогового отделения. 1 сентября 2017 года в ожоговое отделение республиканской больницы номер один поступил ребёнок 8 месяцев. Диагнозом термической ожоги пламенем до 10% поверхностного тела. Ужог в четвёртой степени находился в реанимационном отделении. Сегодня, 05 сентября, в отделение перевели. Состояние ребёнка стабилизировалось. В настоящее время ребёнок нуждается в постороннем уходе. Вчера только спрашивали, про ребёнка, родственника. Ребёнок лечения полного объёма получает, память не нуждается. В социальных сетях за несколько дней после происшествия разлетелась информация о том, что пострадавшим требуется донорская кровь любой группы. С тех пор поток неравнодушных людей на станцию переливания крови не прекращается. С раннего утра приходят и занимают очередь. Сейчас в обеденное время мы никого не застали. Поток людей, которые хотят помочь больным, они начали приходить со вчерашнего дня. Сегодня утром тоже были, после обеда, скорее всего, тоже будут люди, доноры, которые хотят помочь. Всего на данный момент сдали 28 человек. 7 метров отводов. В результате сдачи 28 человек получилось 7 литров 800 миллилитров. Хотелось бы напомнить донорам, которые сдали кровь, чтобы они ещё раз после течения 6 месяцев пришли и сдали ещё раз кровь или хотя бы на анализы, чтобы мы могли уже использовать данную компоненту крови. Пока никакой помощи не требуется, рассказали родственники пострадавших. Врачи справляются своими силами и делают всё, что от них зависит. Женщину перевезли в ожоговый центр в соседний регион. Транспортировка производилась воздушным путём. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи Красноярского края. Что касается мужчины, в отношении него возбуждено уголовное дело. По уголовному делу в настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция статьи, которая инкриминирована обвиняемому. Ему грозит пожизненное заключение с отбыванием в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела продолжается. Диана Байбуз, Буяна Юн, телекомпания «Новек».